Дмитрий Борисович, какая сегодня ситуация на заводе в плане экономики и в плане безопасности, поскольку Ваше предприятие продолжает сейчас работать? Ситуация на предприятии достаточно тревожная, потому что мы испытываем на себе действие экономического кризиса, который сегодня разразился в мировой экономике. Ну, соответственно, это так или иначе затронет экономику Российской Федерации. В связи с тем, что действует еще и пандемия, естественно, это накладывает на деятельность предприятия определенные ограничения. Сейчас немножко разорваны кооперационные связи, приостановка реализации ряда проектов, поэтому, конечно, предприятие начинает ощущать в себе определенные трудности. И важно очень именно в этот момент предусмотреть действие такого антикризисного характера для того, чтобы преодолеть вот те трудности, которые сегодня мы ощущаем. Вот если говорить об экономике, какие шаги, вот если коротко, чтобы остаться на плаву? Конечно, безусловно. Основная задача – это сохранить инвестиции, которые произвели там наши инвесторы, сохранить компетенции, которые за 100-летнюю историю предприятия накоплены у нас, сохранить основной костяк коллектива, который, собственно, и является носителями этих компетенций, и обеспечить выполнение государственного оборонного заказа, который сегодня есть у нас на предприятии. Да, конечно, не в том объеме, которым мы планировали, но ранее взятые на себя обязательства должны быть, безусловно, выполнены. Коллектив. Что с коллективом? Коллектив в настоящий момент сплачивается. Конечно, мы ощущаем определенную нехватку денежных средств, поэтому работы на всех не хватает. Мы будем переводить предприятия, в том числе и на трехдневный режим, если это потребуется. Если существенное будет падение выручки, мы будем приводить в соответствие свои затраты и численность предприятия тем задачи, которые останутся на текущий год. А в плане охраны, здоровья сотрудников, что сейчас делается? Мы предпринимаем исчерпывающие меры по защите наших сотрудников от действия вот этого вируса, который распространяется. Поэтому мы выполняем все требования санитарно-эпидемические, которые главным санитарным врачом распространены, и они нам доступны. Мы разработали свои собственные мероприятия. Но в качестве примера я могу сказать, что социальное дистанцирование, санитарная обработка помещений, разделение трудового коллектива на группы для того, чтобы они не контактировали между собой. Мы не выводим сотрудников, которые по возрасту являются старше 65 лет. Мы не проводим массовых каких-то мероприятий, совещания отменили. Мы стараемся пользоваться, максимально вводить информационные технологии, видеоконференции, для того, чтобы исключить очный контакт наших сотрудников. Там, где не удается избежать, например, это сборочное производство, люди работают в масках, усиленная обработка помещений дезинфицирующими средствами. Ну и, безусловно, пропаганда и разъяснительная работа, потому что нужно поддерживать гигиену не только на рабочем месте, но и на пути следования, и дома, и сканализировать свой круг общения, и стараться воздерживаться пока от выходов на улицу, если это не связано с работой, как в данном случае у нас.